Работа в аэропорту всегда сложная и интересная. Каждая служба – это важная и необходимая шестерёнка одного большого механизма, без которой привычный для взгляда пассажиров аэропорт просто перестанет существовать. Я работаю в аэропорту Симферополь инспектором-кинологом больше 12 лет. Наш аэропорт не только самый красивый и современный, но и по праву может считаться самым безопасным в нашей стране. Помимо традиционного досмотрового оборудования, которое применяется во всех аэропортах, у нас есть широкий штат четвероногих сотрудников, которые помогают искать оружие и взрывчатки. Здрасте всего, два с половиной года. Полтора из них она трудится в кинологическом подразделении нашего аэропорта. За это время она прошла основной курс дрессировки и курс по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Несмотря на свой весёлый характер и любовь к активным тренировкам, Брасто – прилежная ученица. Для нас собака – не просто друг и соратник, это полноценный работник, который готов нести свою службу круглосуточно, вне зависимости от того, холодно или жарко на улице, плохое у неё настроение или наоборот. Наша рабочая смена длится 12 часов. За это время мы с Брастою несколько раз совершаем обход одной из зон терминала либо досматриваем воздушное судно. 61-й, покажите себе деятельность от 14. Во время работы особое внимание уделяется забытым предметам и вещам. Иногда пассажиры любят оставить рюкзаки, сумки, чемоданы и пойти в магазин. Для службы ционной безопасности брошенная вещь является потенциальной угрозой. Когда система видеонаблюдения фиксирует данный факт, то на место вызывается кинолог со служебной собакой. Забытый рюкзак на стойке 54 досмотрен, замечаний нет. В ходе работы мы с Брастою также досматриваем воздушные суда. Здесь процедура по времени занимает 5-7 минут. Только после досмотра самолёта в него допускаются пассажиры. По мобильности применения и проникновения в труднодоступные места с собаками мало кто сравнится. В стоячем воздухе она способна отреагировать на взрывчатку на расстоянии 1,5-2 метра. У собаки, которая работает в кинологическом подразделении, должна быть крепкая нервная система и хорошая ориентировочная реакция. Ни резкие звуки, ни шум ветра, ни гул двигателей не должны мешать обнюхивать, разведывать и обследовать пространство. В кинологическом комплексе всё как дома. Кухня с холодильником, кладовка с крупами и запасом сухого корма на всякий случай. У каждой собаки есть отдельный двухкомнатный вольер с тёплой спальней. Во внутреннем дворе они могут играть. После каждого обхода собаке даётся час перерыва, после чего она вновь идёт на обход, либо приступает к тренировкам. Для нашей звезды, которую аэропорту подарили по случаю открытия нового терминала, исключений мы не делаем. У неё такой же график, как и у других сотрудников. В свободное время она успевает ставить лайки и общаться со своими подписчиками в Инстаграм. Сейчас Алиса заканчивает обучение и совсем скоро приступит к полноценным дежурствам. Но блог свой вести продолжит, так что вас ждёт ещё много интересного. Работа кинолога – это немного больше, чем выполнение обязанностей. Она всегда ответственна и требует большой эмоциональной отдачи, терпения, уважения и умения заботиться. Собака для нас – надёжный партнёр, который оказывает неоценимую помощь в обеспечении безопасности. И вместе мы – одна дружная команда. Каждый день мы помогаем обеспечивать безопасность наших пассажиров и делаем это на самом высоком уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова